Окей, всем привет, всем, кто участвует вживую и тем, кто будет смотреть записи. Мы продолжаем разбор статьи Ханана Паратора, Рахана Паратора к Пороша Тетро. Тема статьи Сыгула. Сыгула очень сложная и на игрите сложная, а в переводе на русский тем более слово. В общем, речь разговор про, не знаю, как правильно сказать по-русски, избранничество еврейского народа и всех остальных. И до этого мы разбирали, в общем, очень интересный подход, который не шло по накатанной линии, как это обычно бывает, который либо пытается мягко извиниться и объяснить, почему это так, но это не так, либо говорит, да, действительно избранный, а который все-таки доказывает именно это избранничество еврейского народа, но исходя из самого текста и, в общем, довольно интересное направление. Я не буду пересказывать, а, соответственно, те, кто захочет, посмотрят начало этого разбора. А сегодня мы начинаем с того места, где мы закончили сейчас. Так, видно, да? Видно? Народ, видно текст? Да, видно. Замечательно. Тогда я беру себе палочку, которую я делал, да. Вот у меня первая Аня, мы, соответственно, начинаем читать, да? Хорошо, все, вся отступительная часть закончена, все, по-моему, понятно, хорошо? Более-менее то, что было до этого, более-менее понятно. Еще раз скажу, если вы, может быть, подзабыли, потому что я тоже подзабыл и посмотрел. Там вся игра была на том, почему? Потому что, если вы посмотрите самое-самое первое начало, вот речь шла про то, что амсы гула и так дальше, с гула, вейтем ли с гулами коли ами, вы будете мне с гула, то есть вот этим вот избранной частью. А потом была вот странная как бы аргументация, которая кончается от пособия, с кили коли арыс, потому что мне вся земля. И дальше был очень интересный развоз, приеду некоторых таких комических, сатирических описаний, типа того, что когда человек, который не пользуется успехом у женщин, бедняк, там и пятое-десятое, вот в конце концов он нашел как бы достойную в кавычках себе пару, и она согласилась с него, а он перед ней выпендривается и говорит, вот видишь, какой я крутой от тебя избрал. На что она ему что-то справедливо замечает, она говорит, ну конечно, какие у тебя как бы, у тебя других вариантов не было, поэтому ты меня избрал, что ты выпендриваешься. Ну вот, а здесь как бы наоборот, поскольку Всевышний говорит, что мне коли арыс, если у меня есть все, я могу выбрать любых, поэтому выбор ваш, то, что я вас выбрал, это, да, таки да, имеет как бы под собой обоснование. Ну, это очень коротко то, что было дает. Окей, все читаем? Ань? Да. Да. Окей. Так. Аэм, эхпад, эхпад лану, мэлмот аулам. Я чуть-чуть поправляю, это сослагайдно, аим, аим, аим. А есть ли для нас как-то более что-то такое желанное или любимое у нас или для нас из народов мира? Окей, я тебе скажу, вот это вот выражение, это, поскольку, Рафханан Парад, он говорит языком, на котором говорят, как бы из рельяй, на котором говорят мы, то многие вещи, они как бы проглатываются на автомате, как это звучит по-русски. Ихпад лану, это означает, вообще нас волнует, ну, по-видимому, по-русски это нас волнует вообще, народы мира нас вообще волнуют. Ихпад лану, это сто процентов, меня это не волнует, меня это волнует. Поэтому, когда говорит, аим ихпад лану, вот с этим аим, то это говорит, а если, а волнуют для нас народы мира? Вот это такой заголовок. Окей, ихпад, 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 это очень распространенно, это везде и всюду слышно. Окей, читаем дальше. Так, айне, 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 лаумат раши, мацеа, 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 сфорну, пируш, эхар, ахар, бетхилат. Да, ахэн бетахлит. Тахлит. Вы, гитэм, гитэм, ги, скула... Подожди, переведем, прости, давай переведем. Так, и вот, ну, против, в противоположность раши, ну, там, пирыд. Комментарий раши о том, что лучше всех избранного от Израиля, хотя, вообще-то, у него вся земля, но все остальные народы для него как-то ничто. Их, как вся, ничтожные соседи. И в противоположность раши, вот, сфорно предлагает свой, другой, другой, ну, как бы, свой комментарий предлагает. Да, вот это вот тоже, вот, как вот, как здесь было ихпад, вот, точно так же здесь тахлит, когда говорят ахэр бетахлит, означает совершенно противоположный. И вот именно с такой эмоциональной окраской. Совершенно. То есть ахэр бетахлит, то есть он, как бы, значит, тахлит. Тахлит, как бы, ну, конкретно в плане или вообще само резюме, самая концентрация этого. Поэтому, когда говорится, что это ахэр бетахлит, это вот именно совершенно противоположный комментарий. Окей? Дальше читаем. Да. Несмотря на то, что все, как бы, виды человечества, что ли, весь человеческий род или все человеческие... Человеческий род. Правильно, я думаю, человеческий род. Человеческий род дорог для меня, дорог для меня. Да. Кэмрам зацали. Хавиф Адам Шаневра Бетелем. Правильно. Так говорят, как сказали, ну, мудрецы, это цитата, а вот, как я помню, дорог человек, ну, любим человек или дорог человек. Любим, да, ближе даже любим, правильно. Любим человек. Любим человек, это хабиби, это то, что по-арабски хабиби. Любим человек, ну, иметь в виду Всевышнему, поскольку создан он по образу, ну, по образу Бога. Бетелем, да, Бетелем, да, Бетелем. И в каждом месте, или в любом случае, или в любом месте, вы будете для меня, ну, и вот этой вот сокровищем из всех... Да, из всех, ну, из всех народов имеется в виду, да. Ну, все равно, ките вью, мамлехет куанин, ибо будете вы царством священников. Правильно. Легавин, вы легород, леколь амин айнуши, чтобы, как бы, ну, обучать или, как бы, указывать всем людям, всем людям, всем людям. Обучать, ну, в общем, всех, учить всех, всех доводить до сведения. Прокулам, бешем, ашем, авдо, шехем, эхад. Чтобы, как бы, все взывайте, все взывали бы вместе к имени Всевышнего и служили бы ему, ну, как бы, един, как бы... Ну, плечом к плечу по-русски. Да, вот, как бы, единому... Да, плечом к плечу. Вот так вот, да. Кэмру, вы оттем, куанэ ашем. Куанэ ашем, не текрау. Это из права Кэша Ягуд. И будете, и все, и будете, вы наречетесь, и наречетесь вы, как бы, священниками. Правильно, наречетесь очень хорошо, да, священниками, ну, священнослужителями, я не знаю, по-русски это все, как бы, имеет христианскую окраску, но правильный перевод он такой, да. Куанэ, в смысле, те, которые служат в храме, те, которые выделены для какой-то спецназ в священной работе, скажем так, окей? Векамру. Векамру. Кимитсион, теце тура. Ну да. И как им писано, из Сиона выйдет тур. Это тоже из Сишея. Ну да, да. Я хотел, если можно, к этому два небольших замечания, разные по, как бы, по своему уровню. Вот видите, я здесь указываю этой красной точке. Не знаю, говорил я про это, нет. Одно из, по-моему, потрясающих вещей, примеров, каким образом в современном иврите, значит, приобретают или сделали значение словам, которые изначально, как бы, в Танахе имели, естественно, вообще, что на не такое значение. Просто, да. Целым. Целым это действительно, что по-русски переводится, переводится образ, да. Да, окей. Или, или в символическом смысле это Тавнид. Это некоторый штамп, которым печатают человеком, да. Но при этом этот штамп, он у каждого индивидуальный. Но вот вопрос к вам, и я думаю, как бы, у вас есть ответ. Как на иврите называется фотограф? Что-то такое ты нам говорил. Салам. Вопрос в Салам. Представляете? Фотограф называется Салам. Ну, казалось бы, что от подобия Божия до фотографа. Как бы, по-русски это, ну, на других языках тоже. Это вообще, как бы, вещи совершенно разнесенные, концептуальные, грамматические, не знаю, по смыслу, по слуху. А на иврите это одно слово. И это вот эта вот фантастика. И дальше еще одно то, что я хотел сказать. Вчера была очень интересная лекция Пинха Саполонского. Не буду ее пересказывать. Вот, он там говорил про план усовершенствования, переделы и так дальше, ледяно-симуляционизма на ближайшие десятилетия. Ну, он сказал там одну вещь. Я как бы запомнил, вещь не новая, но для нас здесь интересно. Видите, написано, то есть, как бы, понять и обучить. Вот интересно, что само слово Тора, да, оно, как бы, и по-русски переводится все время то так, то так. Иногда переводится как закон, а иногда переводится как учение. И это тоже определяет, как бы, идеологическую направленность. Почему? Потому что вчера это Пинха Саполон сказал, что те, которые хотят выразить концепцию о том, что Тора – это прежде всего заповеди. Или, грубо говоря, иудаизм – это прежде всего заповеди. Поэтому будут говорить, что это закон. Тора – это закон, это изложение закона. А те, которые хотят сказать, что Тора – это прежде всего некоторая идея о том, как должен жить человек в мире, как должен себя вести в мире, да, евреи и так дальше, все остальные народы, то он будет говорить, что это учение. Но, во всяком случае, это все происходит от этого слова «леворо». По-русски это больше похоже на «перуказы». А где-нибудь есть эта лекция Полонского? Ее посмотреть где-то можно? По-моему, ее не записывали. По-моему, не записывали, но есть книжка, которая бесплатно раздавалась. Я пришлю, напомню, не в Телеграме, я пришлю ссылку. Окей? И она наверняка стоит. Спасибо. Хорошо? Да, я ее сам выставлял, наверняка стоит. Она небольшая брошюра, но она есть и по-русски, и по-английски. Хорошо? Окей? Ну, хорошо. Давай тогда, может быть, сегодня мы будем как бы по таким абзацам, потому что у нас как бы несколько человек. Окей, Тимофей, да, хорошо? Окей. Тимофей, ты можешь продолжать? Да, давай. Попробуем. Леди в рейс форно. Да. Ну а да. Правильно, ну а да. Ну а да. И фо леам Исраэль. Да. Да. Шлихот. Шлихот, правильно, замечательно. Шлихот. Микбеда, микбеда, микбеда. Леор Гаим. Да, леор Гаим. Ну да. И Шаэль. Ну да, фраза. И Шаэль, да. Можем, давай отсюда переведем? Давай, да. Значит, по словам сфорно. Да. Надо понимать. Вообще больше предназначено. И вот меня тоже, когда я часто читал, я быстренько стал глазами искать. Что я искал глазами? Вот видите, здесь кончается на эй. То есть это надо искать существительное женского рода, правильно, которому имеет отношение это слово «ноада». Так вот, ты сейчас видишь, и все остальные видят, к какому слову это имеет отношение? Шлихут? Шлихут, конечно. Молодец. Конечно, шлихут. Потому что если это не найти, то тогда как бы довольно трудно понять вообще, когда. Потому что фраза сама построена как бы не очень прямолинейно. О, конечно, правильно ты сказал. Итак, по словам сфорно, предназначено эйфо, это как бы такое наречие за чин, как будто бы, ну скажем, вот так, да? Для народа Израиля. Да, как будто бы народное звание, давка, на самом деле, для народа Израиля. Давка, да, на самом деле, да, по существу. Значит, предназначено поручение. Шлихут – это, да, поручение, послание, миссия, как угодно. Шлихут, да, нихбеда, нихбада, ну уважительное, важное, важное, да, важное просто, да. Да, важное поручение, быть светом, народом. Ну да, это известная фраза из Ишаяо Орлы Гуим, которая, ну в общем, всегда, когда хотят, как бы, не знаю, иронически, скажем, поиздеваться над тем, в каком состоянии находится Израиль сейчас, и все, и как бы говорят, ты как бы иронично. Ну, конечно, мы Орлы Гуим, вот эта вот фраза Орлы Гуим, она, как бы, притча вызывается, это всегда повторяется. Окей, это из Ишаяо. Дальше. Замечательно. Замечательно. И вот из-за этого Киликолярц выстраивалось все, почему, каким образом она была, и поэтому он не мог, такой вот этот вот не мог, да, довод Киликолярц, да, потому что мне вся земля дальше. Он приходит не для того, чтобы подчеркнуть. Да, в МТСМе дословно ничего правильно, никаких претензий нет. Но вообще, когда говорится «ба», то это больше служебное. То есть, понимаете, что не пришел. По-русски невозможно сказать, что «довод пришел». Он приведен, предположим. Вот более-более правильный перевод. Но, в принципе, ты дословно совершенно правильно сказал. Окей. Лоба лавлит. Не знаю, что подчеркнуть. Противоположное. Это подчеркивает. И отсюда, например, «болута». «Болута» – это что-то такое «валдырь», предположим. Какое-то опухоль какая-то, не про нас будет сказано. Это, наверное, «болута». И, по-моему, эти самые барельефы называют «тавлетим» или что-то типа этого. Это все от слова «болет». И вообще, когда хотят сказать, что что-то такое «болет», и человек в том числе такой. Человек выделяется. Тоже говорят «болет». Поэтому здесь стоит в эфиле. И поэтому, да, это допшел не для того, чтобы, как бы… Ну, по-русски, наверное, придется, так сказать, подчеркнуть. Потому что… Или выделить как угодно. Что? «Противоположность между Израилем и народами». Да, 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 да. «Эль Адраба». «Адраба». «Адраба» – это «напротив». Но «напротив». – Да, «напротив». Ладгиш, да, ладгиш, ладгиш. Пашаль. Кибешель. Хрюд. Потому что из-за... Ахрюд. Ахрюд. Ахрюд – это обязанность. Это просто существительная обязанность. Ахрюд – это обязанность. Моя обязанность – ахрюд шели. От этого слова «они ахрюд, я ответственный». Ахрюд – это просто ответственность. Да? Ахрюд шели, ахрюд шели. Ахрюд шели, ахрюд шели. Да? Лехоль юшвей тевель. Тевель, правильно. Гутла аль сагаль. Аля сегеля нефар. Замечательно. Аля сегеля нефар. Имшима. Амсима. Амсима – это задача. Амсима – задача, что ли? Да, задача, опять миссия. Задача в более... В высоком смысле слова. Масима – в смысле возложено. Это то, что возлагается. По-русски не сказать возложение. Да? Ну, можно сказать, задача. Но это даже немножко больше. Какой-то синоним больше, чем задача. Масима. Да? Ли йот. Ли йот. Мам лехет куаним. Ля лям куле. Замечательно. Дальше. Вот мы оставили здесь. Как ты правильно сказал, различия между Исраилем и другими народами. Эла адараба. Наоборот. Наоборот. Опять-таки подчеркнуть. Да. Что в обязанности... Из-за, что из-за, либо вследствие. Или по причине, как угодно. Из-за обязанности Всевышнего. Ну, обязанности, ответственности Всевышнего, да. Всевышнего, да. Леколь-Юшвей-Тевэль. Да. Перед всеми жизнью Вселенной. Перед всеми жизнью Вселенной. То есть, ну, всех живут... Ко всем живущим, да, словно. Вселенная не имеет в виду, кто-то на Марсе живет. Но это еще, как бы, больше такое. Тевэль-Тевэль – это Вселенная. Не Кадур-Арес, а вообще вся Вселенная, да. Ну, а Юшвей-Тевэль – это все, как бы... Ну, по-видимому, это просто имеется в виду самое широкое понимание всех обитающих, да. Окей. Так вот, из-за этой ответственности. Дальше. Утла был наложен на... Утла была возложена, правильно? Как мы видим, что это возложено? Потому что этот вафель – это страдательная, правильно? А этот вей говорит, что это, опять же, следует за ним существительность женского рода. Какое это существительность женского рода? Ну, это охренет. Нет, на Сима. Утла – на Сима. Задача. Да, вот то, что вот здесь дальше идет. Утла – на Сима. Была возложена на кого? На избранных. Да, вот этот Сегель-Анивхар – это специально стоит в кавычках. Потому что это звучит очень казенно-служебно. Сегель на иврите – это, опять же, на современном иврите, не знаю, был ли такой тонахический. Сегель – это то, что на панкете называется «став». Или то, что по-русски, насколько я понимаю, называется «команда». То есть Сегель-Анивхар – это некоторая избранная команда, только некоторые VIP или спецназы. Я часто говорю о спецназах, не в смысле военном, а вообще. То есть это некоторая избранная команда, которая занимается какой-то определенной, какой-то выделенной задачей. Поэтому вот он и говорит, что была выделена или возложена на вот этот Сегель-Анивхар, на эту особую команду, да, было возложено что? Задача быть царством коинов для всего мира. Лу-лам-куло. Лу-лам-куло. Окей, да. Ну, то есть, как бы, концептуально понятно, правильно? То есть, какое различие с Форна от Раши? Потому что Раши говорил, подчеркнул, типа, как с этим бедняком. Что не потому выбрал, что не из кого выбирай. То есть, не из чего мне выбирать, ну, так вы меня будете избранными. Наоборот, подчеркнул отличие. Что вы такие крутые, вы такие мне близкие, вы такие мне любимые, что мне остальные вообще не важно, как я вас выделил. А здесь, как бы, сформирован другой подход. Что я их выделил, но не потому, что они такие крутые. То есть, не потому, что они такие любимые, типа, любимчика. Почему? А потому, что я хочу их использовать для выполнения вот этой особой задачи, которая называется свой выбор. Окей, это понятно, да? Да. Ну, хорошо, все. Аслан, читаем дальше. Я передаю. Да, давайте по таким кусочкам будем читать. Башвили. Вешумей. Шумей, это на полях. Это мерджинство, что по-английски. На полях. Махлукет зо. Да. Да. Махлукет зо. Да. Махлукет зо. Дмут дьюканам. Их портрета. Да. Ашоне. Ашоне. Ашона. Ашона. Шрех Ашоне. Дьюкан. Это мужского рода. Правильно. Потому, что Ашоне. Дьюканам Ашоне. Шельшне Аперушин. Шельшне Апершаним. Двух комментаторов. Апершаним. Ага. Иш. Иш. Аль Рака. Аль Река. Аль Река. Змано. Да. Ут Куфато. Ут Куфато. Замечательно. И да. Так. Какой перевод. Очень хорошая фраза. Мы сейчас разберем. Да. Бышулей Махлукет зо. На полях этого спора. Ну да. На полях этого спора. Хотя по-русски это не очень звучит 100%. Можно найти что-то более литературное. Ну. Да. Давайте остановимся. Потому что нам это понятно. На полях этого спора. На Цаенки. Что мы. Подчеркнем. Подчеркнем. Что похоже. Что похоже. Правильно. Что похоже. Что похоже. Что. 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 Мебиак. Мебиак. Это означает за спором. То есть то что стоит. За. За кадром. Да. Вот за кадром. То что стоит. За спор. То что стоит. За. Мебиак. Гадим. 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 Противоречащих. 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 Другу. Итак. На полях. На полях. Вот этого разночтения. Мы подчеркнем. Что похоже. Что. Или фоном этих. Противоречивых. Комментарий. За этими. Противоречивыми. Комментариями. Раша. Из форма. Что такое. Мыцца. Мыцца. Это выглядывает. Но мыцца. Это выглядывает. Какое. 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 Слово. Вам больше всего. Напоминает. Слово мыцца. Сыцы. Почему суцы. Потому что. Раньше. Это видимо было сто процентов. Сейчас это делают не все. Как бы там. Хасидим. Или. Харидим. Они ходят сыцы. Наружу. Ну и многие вязные кипы тоже. Но это как бы волюнтарно. В принципе. Человек может заправлять в штаны. Но от слова. Ла циц. Это взглядывает. Да. Окей. Кто выглядывает. Кто выглядывает. Образ. Образ. Дюканам. Дмуд. Дюканам. А. Ш. Не. Образ. Разных портретов. Или образ разных личностей. Как угодно. Отличные портреты в этой личности. То есть за этими комментариями проглядываются два различных образа комментаторов. Двух комментаторов. То есть это не просто так. Каждый. Каждый из них идет по некоторой линии. Которая одна противоречит другому. В этом есть. В этом есть как бы некоторый логический смысл. Это с чем-то связано. Он объясняет с чем. Вот этих двух комментаторов. А вот что это. Почему они разные. Объясняется. Иш. Иш. А. Рэк. Азмановит. Куфато. Когда говорят. Иш. Иш. Это означает. Это означает каждый. Иш. Иш. Это каждый. Каждый. На фоне. Времени. По его времени. Своего периода. То есть. Их различные комментарии. Они. Не просто так. Что из них. Как бы. Каждому. Пришло в голову. Как-то по-другому. Немножко. Объяснить. А это обосновывается на том. Что они жили в разное время. И поэтому. Их подход. К. Отличию. Или. Израиля. От других народов. Либо. Отношение. Израиля. К другим народам. Это проистекало. С того исторического фона. На котором. Проживал. Проживали. Евреи. Или общины. Того времени. Каждого из них. Вот такое. Пространство. Более расширенное. Объяснение. Дальше. Раши. Раши. Ишди мэй. Хабиньи. Не. Бинайм. Имэй. Бинайм. Это средневековье. Бин. Бин. Это между. То что называется. Средневековье. То есть между этими веками. То есть между там. Ну хорошо. Между средневековьем. Да. Между возрождением. И там. То что идет потом дальше. Вот между этим. Находится средневековьем. Да. Поэтому. На иврите. Это тоже. Бин. Это между. То есть. Раши. Человек средневековья. Шая. Шая. Да. Шая. Э. Вот видишь. Тут специально стоят две точки. Почему? Чтобы и ивритноязычному человеку тоже было легче понять смысл. Когда нет огласовок. То либо есть двойственное понимание. Либо непонятно о чем идет речь. Здесь когда стоят две точки. Понимаешь. Теперь идет. Эд. То есть он был свидетелем. Он был свидетелем чего? Решат агуим. Злодейство нееверистого населения. Ой. Окей. В. Хава. В. Хава. Бааруф. 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 Ямаф. Это означает на склоне лета. На склоне лета. На склоне лета. На склоне лета. Ага. Это был худ. Балахот. 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 Это я думаю от слова лаав. Да. Да. Бэ тут в другом смысле. Но. Балахот. Это. Есть синонимы. Ну и в русском тоже есть синонимы. Слово отрицательных. Отрицательных. Отрицательного. Ну как бы эмоций. То есть есть страх. Есть ужас. Есть паника. Вот. Балахот. Это что-то. Вот вместе. Все эти три вместе взяты. Например когда говорится то что по-английски называется Nightmare. То есть ночной кошмар. Да. То вот на иврите это называется Халом Балаот. Халом Балаот. Это Nightmare. По-русски это нельзя сказать одно слово. Наверное говорится там кошмарное сновидение. Наверное правильно перевести правильно словом кошмары. Кошмары чего? Маса. Это крестовые походы. Маса это поход. Просто дословно. Отслав это крест. То есть крестовый поход. То есть Раши. Раши человек средневековья. Который был свидетелем злодейства. Ну можно сказать боев. Либо раскрывая нееврейских народов которые окружали евреев. Народа вокруг. И который пережил на склоне лет кошмары крестовых походов. Да. Дальше. Ба. Ба. Ашовен. Хешбон. 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 Вот из-за его как бы личной судьбы которая происходила на фоне вот этих кошмарных событий в конце его жизни. Написано бах бах баха 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 жбон нокеф. Он опять слово бадис оно служебное. Он как бы перевести дословно. Он приходит с. Предъявляет предъявляет счет. Да 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 да. Но нокеф нокеф это такой который не отступает. Который даже не придирчивый в плане что он вот детали считает. А нокеф что он говорит да нет но они были хорошие. Он говорит нет 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 нет. Нокеф человек я не знаю как то упрямый. Найдите еще и синоним слова упрямый. Даже вот не упрямый. Упертый. Упертый да он такой вот совершенно бескомпромиссный. Вот это слово бескомпромиссный. Он совершенно бескомпромиссный как бы предъявляет счет кому кому. К народам мира. Да. Которые убивали. А вот это он как бы парафраз на то что было раньше. Он как бы был бы целем а он как бы наоборот. Ишхит. Что такое ишхит. Зарезать. Ну правильно зарезать. А слово шхит. В данном случае это которые как бы ишхит. Это не просто аннулировали. Или там негативно представили. А вот обезобразили. Обезобразили. Это кстати хорошо по-русски будет. Обезобразили образ божий. Но по-русски ишхит в смысле зарезали. Да. Ну вот на иврите. А по-русски наверное действительно ишхит обезобразили. Обезобразили образ божий. Да. И дальше. В элефихах. В элефихах. Нокэт. В. Бельшон. Бота. Ботэ я думаю. Потому что лошон женский. А может быть ты правильно сказал. Бота. Какое впечатление что лошон. Это женский род. Лошон рака. Да. Правильно. Лошон рака. Говорят. Мять язык. А здесь наоборот лошон бота. Да. Правильно. Это женского рода. И поэтому. Лошон. Поэтому. Нокэт. Нокэт. Это употребляет. Устанавливает. Как бы. Ну вот его позиция. Он. Он. Унакатым да. То есть он занял такую позицию. То есть вот он. Как бы. Он. В данном случае. Он. Предъявляет. Вот такой. Ботэ. Ботэ. Это грубый. Да. И есть выражение. И батут бута. Значит. Грубый выпад. Кто-то противоговорит. Говорит. Ну. Слушай. Ты вообще. Скотина. Там. Предположим. Да. Вот. Или что ты вообще за хаяш. Ты не человек вообще. Понимаешь. Это очень грубо. Так человеку сказать. Окей. Поэтому. Называется. Он тоже. Балашон ботэ. Поэтому. Он. Он. Употребляет. Очень. Как бы. Ну. Грубое выражение. Да. Ну. Грубое в смысле. Тот же. Бескомпромиссное. Тут нет выражения. В смысле. Непросивых слов. Ну. Сейчас вы поймете. Про что речь. Ви эм. Ви эм. Бэйны. Вэльфной. Лэклун. Да. И они. Речьет про пассивочек. И они. Бэйнаю. Лэфанай. Это означает. В моих глазах. И передо мной. То есть дословно. Просто. Как бы. В моих глазах. Они ничто. В моих глазах. Они ничто. Это было. Так Раши. В общем. Выражал свое отношение. К тем. Кто вокруг него. Причиняли. Дикие бедствия. Значит. Евреям. Окей. Дальше. Ви эм. Ви эм. Сфорно. Бэн. 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 Итлу. Итли. Италия. Это слово Италия. Италия. Да. Шэль. Текуфат. Эм. Ренессанс. Переведем это. Ви эм. Сфорно. Ви эм. Италия. Шэль. Куфат. Ренессанс. В то время как. Время как Сфорно. Итальянец может быть. Или житель Италии. Скажем. Да. Какого времени. В период Ренессанса. Правильно. Дальше. Мелакеш. Леруот. Эт. Атов. Ви эм. Вэ. Вэ. Яфэ. Мелакеш. Лерот. Это. Топ. Вэ. Яфэ. Шэль. Правильно. Как это перевести? Мевакеш, в то время как Сфорна, который уроженец Италии, или живущий в Италии, временное времени или периода Ренессации, Мевакеш, Лирот, он как бы, ну опять, Мевакеш здесь это служебно, это как ба. Он хочет видеть, что он хочет видеть. Ну скажем, светлая история. Хорошая и прекрасная. Красивая. Во всем понимании. Во всем, да, во всем человеческом роде. Окей, да. Вела Авлит. Вела Авлит. Ашлихут. Шенуада. Ле Исраэль. Ле домэм. Ле ромэм. Поднять. Ле ромэм. Ле ромэм, это умот Аволам. Правильно. Он, значит, который хочет видеть во всем человеческом роде, наоборот, стороны прекрасной, красивой, хорошей, он хочет леавлит, подчеркнуть, да? Что подчеркнуть? Что убийство. Ну, опять, шлихут, это задача, миссия, послание, что любой из этих слов может выбрать кого, которое предназначено кому? Для Израиля. Ле ромэм. Ле ромэм, это поднять, поднять в смысле духовно. Поднять. Поднять. Народы мира. Народы мира, да. Какая загадка, какой есть район в Израиле, который, ну вот практически все слова этого слова только без инфинитива, без ламы, да? Как этот район называется? Меашари? Нет, ромэма. Ромэма, это рядом с, это рядом с центральной станцией автобусной и железнодорожной, там все вместе. И ракетка лайт, ромай туда приезжает, там вот как бы находится, называется ромэма, от этого слова, ле ромэм, да? Окей, ну хорошо, возвращаемся к Анне, да? Анне, ты с нами в случае? Да, да. Так, аэмет, хиевет, хаевет, 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 ле и амэр. Ле и амэр, да. Ле и амэр, ну следует сказать или, следует сказать правду как-то так. Ну да, либо, как вам говорят, по правде будет сказано. По правде, да, по правде говоря, вот так. По правде говоря, вот именно, да. Перушо, шельсформу, круфьютер. Коров, коров. Коровьютер, шельмикре. Микра. Мишней, тамин. Правда говоря, комментарии сфорно, более близок к простому смыслю писания из двух вот этих вот, как бы, комментариев. По двум причинам, да, правильно. По двум причинам. А там Айхад, Нога, Айхад, Ноге. Ноге, Айхад. Амикраи. Арахав. Амикраи. Арахав. Первая вот эта вот причина касается связи, как это, общей связи. Акшер это коннотация, я думаю. Вот даже, правильно, Акшер это коннотация. Икраи библейская, да, общая библейская коннотация. А, общего смысла, общего. Да. Амеламет ки лейсраэля хэн муат. Нуат, да, нуат. 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 Тавкит лейот леорагой. Правильно. Так, поскольку Амеламет учит, который обучает, учат учителей, обучающих. Что израиль предназначен быть светом народов. Роль его. Израилю предназначена Аккит. Роль, да? Роль, да. Роль, чтобы быть светом для народов. Правильно, да. Эхэль. Эхэль. Ахэль. Эхэль. Эхэль. Начинаешь. Начинается. Ми брахат, ми брахат, ашэм ле Авраам. Ми брахат, ашэм ле Авраам. Беркат, брахат. Беркат. Благословение Бога для Авраама. Да. Так. Веневрэху, вэха, коль межпоход огонь. Адам. И благословятся в тебе все народы, племена земной земли. Да, да. Все семьи земли. Ну да, ты брахит народу заслугал. Бэкалэ. Бэкалэ. Бэ ахарит ямим. Шэбэгэн. Митранэнет. Бэссора. И заканчивается. В конце дней, в каком-то таком очень, ну как это, радостном, радостном. Ну, Митранэн, да. Рина это... Ликующим, ликующим. Ликующим, да, правильно. Ликующим посланием. Правильно. Ликующим посланием. Бэссора извести, но кеми циэн, циэтура. Да. И что из циэна выйдет тура. Правильно. А там ашэни, неуц. Науц, да. Науц, да. Мабитуй, мамлахат куани. Правильно. А второй смысл, как бы спрятан, воткнут, запихнут, внутрь, внутрь выражения царства. Бээссом в самом, в смысле в самом. Да, в самом выражении царства священника. Замечательно. Окей. Так, дочитать или как, или передать? Ну, ну да, по кусочкам с вами будем. Тимофей, можешь дальше? Да. Да. В соответствии с раши, который комментирует или объясняет, что куаним это сарим. Куаним, куаним, это как сарим, в смысле служащих, министры, которые выполняют какой-то тавкид. Правильно? Лоборор. А, может быть, даже нет сарима. Лоборор. Они выделены. Сарим, в смысле те, которые, ну, возвышенные, типа там, ну, не чиновники высокие, но вот там приближенные к царю, да, сарим. Сарим это вообще министр дословно. Дальше. Лоборор. 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 Леми и Ю, Исраэль. Сарим, в куаним. Вот именно. Неясно, для кого будет Израэль министрами и куаним. Леми и Ю, Исраэль, да, для кого будет Израэль сарим и куаним. Ну, вот эти вот бельможи, министры или как угодно, да, и куаним служителя. Потому что, опять, как вот я запнулся, но тут тоже как бы из этого все-таки куаним и сарим, но с одной стороны это действительно некоторая приближенность к Всевышнему, как бы к начальнику, правильно, к тому, что на самом верху стоит. Окей. Но с другой стороны, по прямому смыслу, это те, кто служат. Потому что они должны, они кому-то служат. Если идти не только потому, что они служат исключительно Всевышнему, они как бы обслуживают население, грубо говоря, они должны кому-то служить. Это непонятно, кому они будут служить, если остальные вообще ничто. Окей. Вот это, по-моему, дилемма, которую здесь Харат Парат подчеркивает. Им, эйн. Ну да. Им, эйн, умод, аулян, хашувод, леклюм. Леклюм, ну да. Да, если нету наций, народов мира, важных народов мира вообще. Ну да. То есть, если они вообще ничего не значат, если они как бы не существуют в смысле вообще их значимости. Ну а зачем тогда сарим? Скажи просто тогда, что они любимые дети и все ограничатся, как родители будут, например, говорить про своего любимого сына. Он у меня любимчик, я его люблю, он самый классный, мне остальные все и нафиг не нужны. Вот. А здесь все-таки выражение куаним и сарим и здесь простикает, что там есть какой-то тифкут, то есть, есть какое-то функционирование. А если их нет, так какое функционирование? Тогда никакого функционирования нет. И это вызывает противоречия. дальше. Виилу. Виилу. сфорно. Макбиль, Абитуй, Мамлехет, Куаним, А, Нарамет, Да. Тавкидо, Шлям, Исраэль, Леурот, Дерех, Леумот, Аула. Правильно. Дальше. Виилу. Тогда как? Тогда как? А, тогда как по мнению сфорно, Можно сопоставить. Правильно. Можно сопоставить. Отличное. Либо Макбиль, это параллельно. Он идёт параллельно. Он, как бы, сопоставляется, как ты говоришь. Либо идёт параллельно по-русски, не очень так. Ну, на самом деле, можно сопоставить, да. Битуй, Мамахет, Куани. Понятие. Да, царство Куани. А что это царство Куани? И царство Куани, это царство моих любимчиков. А именно функциональная часть, какая функциональная? А Melamed? Да, то есть обучающая его задачу. Которая учит нас, из которой следует, из которой мы понимаем, что понимаем. Учит про Тавкидо, Шелям-Исраэль. Про задачу народа Израиля. Да, или даже не задачу, а больше роли. Тавкид это вообще, как намерите, будет чиновник. По-русски чиновник плохое слово, по-моему, мне так кажется. Пакид. Пакид это чиновник. Но пакид чиновник, почему? Почему? Потому что у него есть Тавкид, у него есть роль. У Пакидо есть Тавкид. И тогда он называется, например, интересно, как наявите, говорит свои призы в армию. Лейт пакет. Что значит лейт пакет? Это призваться, но в данном случае это немножко отличается от ускопорского призваться. Это кричат, иди сюда, Вась, иди, будь с нами. Правильно? А наявите лейт пакет, это означает призваться в смысле, хотя слова звать здесь нету, для того, чтобы начать лейт пакет, начать функционировать. Если ты призываешься, то в смысле ты начинаешь для того, чтобы начать функционировать. Поэтому действительно он говорит Меламет Аль-Тавкидо. Тавкидо – это роль, назначение, функция, как угодно. Даже ближе, на самом деле, к функции. Тавкидо, Ширам Исраэль, да. Да. Роли народа Израиля. Да. Наставлять. Наставлять, да, правильно. Наставлять очень хорошо. Народу мира. Да. Дорогу народа мира. Летавкит. Да. Значит, Летавкит, Акуаним, Дорогу, Тура, Беттох, Ам Исраэль. Да. Значит, Летавкит, Акуаним. Ну, он сравнивает. Почему говорится Мамлахет Куаним? Мамлахет Куаним, то в смысле, что сравнивается. Он говорит Бамакбиль. Как Куаним в Израиле, чем они занимаются. Они показывают народу, как надо служить Всевышнему, правильно? А что параллельно с народами мира? Точно так же весь Израиль, он является Мамлахет Куаним. Значит, Мамлахет Куаним. Как Куанимы внутри народа Израиля показывают всем остальным евреям, как надо служить Всевышнему, точно так же по сформам, так, в самом случае, его комментирует Рафханан Парад. Весь Израиль, он является Мамлахет Куаним. Он является царством священников. Священников в смысле тех, которые функционеров, которые функционируют и учат все остальные народы, каким образом надо служить Всевышнему. Понятно парафраза. Как в словах Моше в благословении для колена Леви. Леви, да, правильно. Ну да, вот, например, предназначение Шевет и Леви. Ну, то есть они не Куаним, но, тем не менее, тоже как бы функционируют, прислуживают, прислуживают по-русски плохо, но как бы обслуживают по-русски. Может быть, это в моих ушах, как бы, в 80-х годах, прошлого Соленца, все, что связано с этим самым, с сервисом, это все было отрицательно. Да, окей. Но в том смысле, что они, как бы, прислуживают, что они им помогают, они выполняют какую-то функцию. Какая их функция? Юру мишпатеха, да, будут указывать. Ты будешь указывать законы твои, Якул. Якул, да, вытаратеха на Израиль. И тоже твою Израиль. Да, и законы свои Израиль. То есть левиты будут учить и говорить, делайте так, а не делайте так, делайте так, не делайте так. Ну, и вот по асфорному, как объясняет Ханан Парат, это, как бы, такая-такая же задача у Израиля, в смысле, что не только приближенные, или вообще, может быть, даже неприближенные, а в смысле, что это, как бы, ну, такие служащие у Всевышнего, которые указывают его законы всем остальным народу мира. Ну, мне кажется, схема довольно понятна, мы ее разобрали. Окей, а кто у нас теперь читает? Арслан, по-моему, да? Нет или я ошибаюсь? Да. Окей, Арслан, читай. И будет для тебя одного? Да, Июлы Халы Вадеха. Дословно, да, мы сейчас поймем, какой, как бы, смысл этого заглавия, но ты перевел правильно. Июлы Халы Вадеха будут исключительно тебе, дословно. Будут исключительно тебе. Да, окей. Пирошо шел Сфордо. Да. Амехавон. Амехавен, каамур, да. Каамур. Амехуван, амехуван, сликай, это страдать, амехуван, да. Каамур, да, у Пшото шел микра, да. Шел микра. И его толкование, Сфордо. Амехуван, в смысле, направленное, в данном случае, дословно, направленное. Направленное, как мы уже сказали, как каамур, как было сказано. По простому, смыслу торг, Пшату. Да, Товэ. Товэ, мейману. Мейману, здесь тут точка стоит, чтобы нам помочь прочитать. Мейману, требует от нашего народа. Лаафним, это Акара. Да, что такое Лаафним, это Акара. По-русски, мне кажется, да, как ты говоришь? Не, просто Лаафним, это перед лицом, типа. Смотри, Лаафним, это Акара. Вот красивый, по-моему, мне кажется, красивый, это означает проникнуться сознанием. Акара, это сознание. Лаафним, Лаафним, это значит сделать это своим внутренним пониманием. Например, когда прочитаю, я кому-то что-то сообщаю, я вам сейчас говорю, вот это смысл такой-то, такой-то. А дальше, если вы говорите, да, мы это поняли, я могу сказать. Амэсэр муфнам. То есть, сообщение, которое я вам сказали, оно как бы принято, да? Окей, принял, понял. Вот это вот то же самое. Но когда здесь говорится Акара, то это сознание. Ну, оно как бы принято, вот, осознание, понимание, да? Дальше. Ихпат, помните, у нас там наверху было Ихпат, лану мяу мот аулам. А вот от этого слова Ихпат, значит, тут чувствительно. Ихпат иют, да? Ихпат иют ле мацавэн. Мацавэн, да, шель умот аулам. Мацавэн, шель умот аулам. Да, да, переведем. Кидавка бушэль иютэйну амсэгула, лэну лэгалот, ихпат иют ле мацавэн шель умот аулам. Вот, кидавка, потому что исходя из нашего, ну, Иютэйну, в смысле, не нашего нахождения, а в том, что мы, Иютэта быть, да, из нашего бытия, как, в качестве кого? Народа избранного. Избранного народа, а лэну лэгалот ихпат иют. Нам следует... Нам следует открыть. Проявить, что такое ихпат иют. Мы говорили, ихпат ли, это, да, мне это важно, да? Я от этого не отстраняюсь. Вот лэгалот ихпат иют означает, что проявить, как бы, ну, я не знаю, заботу, внимание, все, все, что связано с тем, что человеку это важно, а он мне говорит, мне это не важно, да? По чему лэмацавэн? Лэмацавэн. К положениям. Ну, это, называется, мацав, а вот это эн, это умот, то есть эн. От эн это эн. К положению кого? Народов мира, да? Окей. У лэмацаво. У лэмацаво. Шэльколь адам. Да. Бэ ашэ рушам. Бэ ашэ рушам. Ну, тоже поставили такие кавычки, почему? У лэмацаво шэльколь адам. Их положение у каждого человека. В качестве человека. Ну, то есть не только по отношению к евреям, а по отношению к каждому человеку, таким, какой он есть. Бэ ашэ рушам. В качестве такового. Вэ ло. Вэ ло. Лифтор. Эт ацмэйну. Да. Мэ ахар ют. Мэ ахар ют, да. Вэ ла афтир. Вэ ла афтир. Кэ дикуль. Вэ яхоль. Кэ дикуль. Мэ цэдэйну. Мэ цэдэйну. Шэху лазазэ. Ну, он кончается очень такой, очень народной фразой. Сейчас у вас улыбка появится, да. И так он говорит, что правильно, именно из-за того, что амсы гула, да, это проявлять их патию, проявлять как бы, ну, я не знаю, не могу никак однозначного русского слова говорить, заинтересованность, да, в положении народов мира, да, их положение любого человека в качестве такового, какой он и есть. Дальше. А не. Вэ ло лифтор. Это от смейну. Лифтор – это освободить, правильно? Как на иврите будет увольнение? Питурин. Наверное, тоже слово взятое из арамейской, это ют-эн в конце, да, питурин. Но лифтор – это в смысле освободить, освободить себя от обязанности, чего, и сказать. Лафтир, да, лафтир – это от слова, от этого слова автора. Знаешь, такое автора? Когда читают Тору в субботу, да, то там как бы есть три неравных по объему куска. Первое – это семь вызовов Тори, шивау льет, семь этих альйот, когда вызывают семь человек. А вот дальше, дальше, есть переход, переход совершенно к другому, к чтению пророков, которые, как называются, автора. Автора. То есть есть крият Тора, а есть автора. И для того, чтобы люди не смешали по слуху первое со вторым, то есть человек как бы отвлекся на секунду, и он думает, что прочитают, читают, прочитают Тору, а на самом деле читают уже из пророков. В последней седьмой алье последний кусочек повторяют еще один раз. Как он называется? Мафтир. Мафтир. Мафтир, почему? Потому что вот он именно потер, он мафтир, бейн крият Тора, левейн автора. Так вот здесь как бы, ну он так говорит опять на слуху людей, которых то, что я объяснил, у них на слуху, что мы должны заниматься всем человечеством и каждым человеком в качестве того, что он просто человек как таковой, да, было ли в Тора Тацмэну, а не освобождать себя от обязанностей, и дальше говорить, вы ла афтир киви яхоль, и как будто бы сказать, или там бросить, по-русски бросить такую фразу. Какую фразу? Мицудейну. С нашей стороны. Ну да, Мицудейну, где с моей точки зрения, шелеху ла азазель. Пошли они к черту. Пошли они к черту, правильно. Чего можно сказать, хуй мне делал, да, всех, пошли они всех к черту. Значит, он говорит, так говорит, неправильно. Ну, просто конец был такой, немножко, ну, не смехотворный, а в всяком случае, такое народное выражение. Когда хелеху ла азазель, это очень распространенное мнение, это точно так же, как говорится по-русски, пошел к черту. Вот именно с такой же интонацией, шелеху ла азазель. Это стопроцентная просто калька. Наверняка, это русскоязычные, в общем, которые приехали из России, наверняка, они ввели иврит это слово, что это ложится просто стопроцентно. Шелеху ла азазель. Понятно, все пошли к чертям. Понятно, что в данном случае к чертям, это тоже очень интересно, что вместо слова черт, да, там, шет и что-то. Говорит, садан, это только козла, кому козла? Это тот самый козел, который его бросали. То есть, как бы звучит точно так же, как по-русски, но только к черту, но внутреннее наполнение, что-то другое. Потому что азазель, азазель. Ну, большинство людей все-таки это звучит, и речь идет о козла, которого сбрасывают со скалы, и он там разбивается в емкий порт. И понятно, что пойти к черту означает как бы просто человеком просто выкинуть его вообще из своей жизни. Это называется пойти к азазель. Это не к черту, что-то послать, а послать к азазель. Окей, шелеху ла азазель. Окей, Ну, хорошо, читаем дальше. Ань, ты читаешь? Да. Так, одень, 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 а лейну, а лэсим лэв, лэштэй, нэкудот, есот. 100% Куральнич. Так, однако все еще, ну, на нас остается обратить внимание на две, ну, основных пункта, два нас, основных момента. Да, 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 замечательно, никуда айхад, а дэрих льет орлы гуим, и на дэрих миссионерит. 100% Я специально молчал, чтобы прочитал уже. Миссионерит, а махаевит, махаевит лейтрацец, бе-ре-рехавэй ау-лам, лэш-пе-эт-таву-ты-ну, а ль-мо-та-у-лам. Так, первый, первый, первый этот пункт, первый момент, путь, это значит, ну, путь, способ быть народов, это означает как бы путь, способ. Это не миссионерская дорога, то есть это не путь миссионеров, да? Значит, когда, который, ну, подразумевая, что означает бегать, как бы бегать. Ну да, лейтроцесс это немножко отрицательное. Но все это суетиться, бегать, что-то такое. Ларуц это бежать. Просто бежать из точки А в точки Б. Бегать по улицам мира и как бы рахавэ и олам ты правильно перевела. Дословно рахавэ это от слова, ну, как бы похоже на рахов, но вообще рахавэ и рахавэ и олам это по просторам мира, чтобы повлиять, ну, как бы чтобы поделиться нашим добром. Ну да, да, излить наше добро, поделиться. Да, да, львот олам. Элла. Однако Элла, Дерриф А нет, да. Они напротив, да? А напротив, да. А цура А цура А цура А цура А муфнех А муфнемет А тваат Мэ иману Ливнут Ливнут Биньян, але Умэй Шэй Лиуми, да. Лиуми Шэль Мамлэхет Куанин. Да, вот он говорит, что дорога не дорога, миссионерская. Миссионерство, а наоборот, это путь, как бы, такого сокровища, спрятанного сокровища. Правильно. Не наружу, а внутрь. Сейчас будет синонимы внутренности. Муфнем, муфнем, муфнем. Муфнем это, в смысле, обращенное вовнутрь. А тваат, который требует от нас, построить... Я думаю, требующий от нашего народа. От нашего... А, ну хорошо. Лиуману от нас. Построить дом. Национальный дом, на национальный дом, как раз вот это вот царство себе, которое будет царством священников. Ну да, ну да. То есть, как бы, идеология понятна. Идеология такая, что не то, что говорится ты должен бегать к всему миру и как бы постараться на то, что называется миссионерство. Обращать их в правильную веру. В кавычках или без кавычек. А наоборот. Ты должен идти внутрь. Ты должен идти внутрь себя. Строить свое государство. И тогда, занимаясь своими делами, ты таким образом распространяешь свет в мире. И это... Ханан Парат продолжает ту тему, которая мне очень нравится. Которая его комментарий к пасуку или... Ну да, абзацу лех-леха. Мы по-подобному не читали. Иди к себе. Иди к себе, лех-леха, который чем там кончался, и будешь ты брахой для всех народов. Бытие браха. Вот если ты пойдешь к себе, то ты станешь брахой. Поэтому это какой-то антимиссионерство. Окей, дальше. Ашер? Ашер тюгью. Тюгью. Бесофошель. Ме-лех. Ме-га-лах. Ме-га-лах. Это процесс. Ме-лах. Ма-лах. Ма-лах. Слыха. Ма-лах. Ма-лах. Процесс Ма-лах. Маха. Арух. Арух. Винный, да. Ма-ма-шух. Ве-ме-мушах. Протяжовую. Ма-лах. 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 Ха-ле-мин. Амин, да. Хадиврей. А-нави. Да. Значит, Саягу, вторая глава, четвертый фасук. Да, да, да. Ве-галху. Амин. Нет, давай переведем вот этот цитат. Давайте переведем Ашер тюгью. Значит, это вот царство священников, которое будет в конце. Вот только вот объясни. Вот это вот тюгью. Это она будет? Кто она? Ну, царство, это вот Мамлехит Камин, наверное, она будет. Наверное, да. Хотя, может быть, это и к дырок можно относиться. Но, скорее всего, да, действительно, скорее всего, мы в Азбани. Да, мы в Азбани, да. В конце длинного протяженного процесса, сфокусированного как бы... Ну, Кэп Машиха – это тоже устойчивое слово, это центр притяжения. ЦА, в центре притяжения для народов. Как-то говорится у пророка Ишаягов. В Альху Амим Рабим в Амру. В Альху в Анаала Гарашем Альбет Эльфе Яков. Значит, пойдемте, поднимемся на... А, придут все, придут народы многие и скажут. Пойдем, поднимемся на гору Бога Всевышнего, на дом Бога Якова. А вот здесь вот интересно, посмотрите, да, вот здесь понятно, какое движение. Миссионерское движение – это когда миссионер, он идет наружу, правильно? То есть не народы к нему идут, а он идет к народам. Берет там книжки, его там распространяет, это называется миссионерство. А здесь он приводит Ишаягов, что процесс он другой. То есть евреи занимаются своими собственными делами, в кавычках, своими собственными. Строят свой собственный национальный дом. И, казалось бы, это как делают все остальные народы. Но, тем не менее, здесь, поскольку это строительство, оно имеет, ну, скажем, другой характер. Оно имеет общечеловеческий смысл. И народам есть чему поучиться. Тогда они как бы всматриваются и говорят «Вау!». И тогда они сами начинают идти. То есть обратный процесс. И они сами туда идут. Вот это он подчеркивает эту точку. Дальше. То есть всегда, когда айн, это алейну. То есть на нас. А когда алыф, это всегда к. Да, отсюда иль-аль. Иль-аль, это, как это называется? Авиакомпания израиль. Это когда алыф, то всегда э. Элейну. А когда айн, это всегда алейну. Окей? И поэтому? Поэтому на нас, нам не надо бегать, бежать к ним. А наоборот, они... Ну да, не мы побежим к ним, а... Они придут к нам. А они придут к нам, правильно. Они пойдут, придут к нам, да. Окей. Так. Ну хорошо, Тимофей. Мы еще на два, скажем, куска можем подразделить. Да. Да. Накуда шния. Гамле хер ашлихут агдола. Гамле ахар. Гамле ахар. Ашлихут агдола. Леомот аулам. Да. Нутра адайен. Накуда згулит. Замечательно. Амудгешет. Замечательно. Беакабала. 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 Что хорошо, что это видно? А нигудит. Шибэйн мамлехет куаним. Да. Лахирим. Лебэйн гои кадош. Лацмо. Лацмо, да. Вот он сейчас тут очень интересно объясняет. На этом не заканчивается. Сейчас мы зашли до того, что мы как бы по ханан-парату, когда где-то идет как бы по сторону, так вот комментирует, он говорит, что мамлехет куаним – это прежде всего тифку. Это функционирование. Но это не означает, что как миссионер, как я себе представляю, да, берут там саквояж, чемодан с книжками, приходят туда-то. Вот они обращают свою веру, все, на этом все как бы кончилось. Окей. Вы наши ребята, мы все-все-все одни. Окей, мы ходим в одну церковь, мы там, не знаю, какое-то заведение. Все, мы как бы… А он говорит, нет. Мне кажется, очень интересный момент. Вот сейчас мы переведем. Мне кажется, очень интересно. Ну, куда же не я дальше. Да, значит, пункт второй. Да, вот второй пункт. Также после большой задачи… Ну, вот этого после послания, после этого большого этого послания, да. для народов мира… Да. Остается… Так же… Куда сыгули? То есть остается некоторая вот эта вот внутренне избранная точка. То есть избранничество… Я только не говорю, я правильно говорю избранничество? Избранность. Да, все-таки избранность, да. Избранность еврейского народа не кончается со словами пророков, когда народы мира приходят к евреям. А по Ханану Парату, вот это вот… Вот это вот… Вот это накудасы гулит, это избранная точка, да. Вот эта вот избранность евреев, она остается. Вот это вот интересно, да. Остается. Опять, почему остается? Амут Гэшет? Подчеркивающее. Нет, амут Гэшет, которая подчеркнута. То есть мут Гэшет – это пассив, который подчеркивается «бе, Акбала, а не гудит». Вот в этом, ну, дословно, в обратном противопоставлении. С одной стороны, Акбала – это противопоставление, да. Одно параллельно с чем-то, это противопоставление. А не гудит – это противоположное противопоставление. То есть две вещи, которые не синонимы, а которые антонимы. Где это Акбала не гудит, между чем? Между царством коинов. Правильно. И святой народ. Да, между Мамлефит Куаним. Ну, царство коинов для другим. Да. Царство коинов для других и между святой народ для самих себя. Ну да, поэтому он говорит «Мамлефит Куаним». То есть он говорит, вот эти вот два определения – это не то, чтобы тавтология. Это не синонимы, которые повторяются для красного словца, скажем так. А в этом есть заложен смысл. Мамлефит Куаним – это для народов мира. Почему? Потому что это тифкут, это функция, это обслуживание народов мира. А для себя что? Вот это Мамлефит Куаним Лахерин. Левейн – Левейн. Который лацмейну. Гойка дожь – святой народ. Это для себя. Мне кажется, это интересная тема. Дальше. Гамлахар. Гамлахар ши-каем им. Исраэль – это да. Ам Исраэль. Ам Исраэль. Эт я-до. Е-удо. Е-удо. Правильно. Можешь перевести это? Да, пробуем. Также после того, как будет существовать… Осуществи. После того, как осуществил. После того, как осуществил. Икаем. Понимаешь? Икаем. Икаем. Если будет написано «идкаем». Иткаем – это будет существовать. Екаем – это означает, что это пьет. Осуществит кто? Народ Израиля. Народ Израиля. Вот это вот «эт» – это. К чему это имеет отношение? Екаем. Потому что «эт» – это означает, как бы, по-русски, это называется какое-то там сопряжение. Правильно? Слов. А на иврите это сопряжение делается со словом «эт». То есть выполнять что-то. Вот что-то – это «эт я-до». «эт я-до». Даже после того, как выполнит народ Израиля свое предназначение. Окей? Да. Какое? В чем оно заключается? «Я-фуцу майно-теха». Правильно. «Хуца барховот паргей майем». Да, по-моему, кстати, хабадники очень любят эту фразу. Вот это вот «я-фуцу майно-теха». То есть вот это распространение, поскольку они… Ну, я не хочу сказать, что они миссионеры. Хас-фахалилы. На самом деле, они активно занимаются распространением, на самом деле, среди евреев, да. Там филины накладывают, еще что-то всячески зазывают. Миньяны приглашают. Это занимается такой активной деятельностью. И вот это вот «я-фуцу майно-теха», как это из Мишли. Ну, можете красивый перевод посмотреть, как это переведено, но мы смысл можем понять. «Я-фуцу майно-теха». То есть будут распространены. «Ле-офиц» мы говорили. «Ле-офиц» – это распространять. Здесь это пассив. Кто будет распространены? «Майно-тех». Что такое «майян»? Источник, правильно? Будут распространены твои источники. Источники наружу. Наружу, правильно. Берху вот. На улице. Ну, по-видимому, по ширину на улице. Ну, не знаю, не имеете в виду смысла улица, проспекта, переулки. А в смысле по просторам, вот так я бы сказал, да. «Палгей-майм» как разливы воды. «Палгей-майм» – это разливы воды. Кстати, как на иврите будет от этого слова «палгей», да? Во-первых, помните одно поколение, которое как называлось? Поколение Вавилонской башни как называлось? Да. «Дора-флага». Как называлось. А именно «возделение-разделение». Потому что тогда это был как бы один народ, один язык и все дальше. А после истории с Вавилонской башней, свыше всех как бы разбросал. И вот от этого разброса, например, в современный иврит. Как на иврите будет партия политическая? «Мифлага». Да. Потому что это тоже. А как такое вот есть слово с отрицательным смыслом, которое называется «разобщенность». Называется «полганут». «Полганут» – это разобщенность. Это все от слова. А в данном случае воды, которые мы вот один. У тебя есть «майанут», которые, видимо, бьют одним источником. А когда они выходят наружу, то они как бы расплескиваются. И они вот на эти потоки вод. Эти потоки вод называются «полганут». Окей? Как бы смысл понятен. Ну, я не знаю. Аня либо вылетела, либо, может быть, у нее закончилось время. Но мы дочитаем до конца это. Адайм. Адайм. Тишамер. 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 Это не файл. Тишамер. Тишамер, бо, некуда, сгулит. Да. Шел Ам Кадош. Адавак. Адавек. Я думаю, адавек. Ну, да, может быть, да. Адавек белогав. Да. Багава. Да. Амука. Да. Амихедет. Да. Амихедет ло. Ло. Белеват. Ло, вэлоби леват, да. Да. Давай перейдем. Давай перейдем. Адайм. Тишамер. Бонны. Куда, сгулит. До сих пор хранится в нем. Тем не менее. Адайм. Ты правильно сказал. До сих пор. Вот твои источники, то есть твое влияние на мир, да, распространится. И по идее, значит, ну, если, например, он говорит, хорошо, Мааян. Мааян. Амиткабер называется. Мааян, который не кончается. То есть, например, если человек есть какое-то ограниченное количество воды, резервуар. В нем сделали дырку. Значит, вода распространилась. Знание распространилось. Выделилось на весь мир. А что осталось в резервуаре? Ничего, он пустой. Поэтому есть выражение. Это его здесь нет. Это я говорю. А Мааян, Амиткабер, на эту же тему. То есть, по-русски, это, я не знаю, бурлящий, а, бьющий источник. То есть, вода в нем не прекращается. Поэтому он тоже говорит. Интересно. Это не как миссионер, который все раздали книжки, пригласили в свое религиозное заведение и все они стали все одними. Он говорит, нет. Накуда стигулит, она останется. Почему? Потому что даже после разлива вот этого влияния духовного, как Палгеймаем, да, как вот эти потоки вод, тем не менее, вот эта вот Накуда, она останется. Адамки, Шамер, Бо, Накуда стигулит. Тем не менее, и даже после этого, или до сих пор, как угодно, останется Бо. Бо – это в смысле Баам, в народе, да, Накуда стигулит. Это внутренняя избранная точка, да, Шель-Ам-Кадош. Дальше. Да, за счет святого народа. Да, Адавэ. По-русски обычно приводит прилипленного. Прилипленного к святому богу, да, Беава, мука. С святому, в глубокой любви. Да, Беава, мука, в глубокой и, ну, не знаю, уникальной любви, да. Лоби, лоби льва. К нему и только к нему. Да, правильно. Дальше. Кадиврей. Кадиврей имших. Имшех Акату. Как сказано в продолжении написанного Мишлей, да. Да, Ию, Леха, Ве, Левадеха, Ве, Эйн, Леварим, Итах. Да, вот я думаю, вот это то, что перевел Лоб и Лоб и Левад, это не к нему, смысл, не будет прилиплен только к Богу. А имеется в виду, что прилипленность евреев к Богу, она такая исключительная, что она имеет отношение только к Нему. В том числе к Нему, не с Большим Богом и не к Всевышнему, а только к евреям. То есть описание того, что эта связь, она исключительная. И вот это подчеркивается из Мишле. Дальше. Как мы можем понять смысл? Июлы, Ха, Левадеха, Ве, Эйн, Леварим, Итха. Будут тебе одному. Ну да, будут исключительно тебе. Ве, Эйн, Леварим, Итха. И не чужих. И не чужими, которые с тобой. Ну да, то есть подчеркиваю, это уникальная связь. Мне кажется, очень интересный момент, что даже после расплескивания, выливания, не знаю, ну я не хочу сказать слово, обращения, но, во всяком случае, просвещения народа мира, тем не менее, у евреев останется, у еврейского народа останется некоторая своя особая вот эта внутренняя точка. Он не описывает точно, функционально. Но, тем не менее, подчеркиваю, что это вот, на куда сыгует, она останется. Окей? Ну хорошо, Арслан, давай тогда ты закончишь. Эфшар. А, да, сейчас. Окей. Эфшар, че бенекуда на Алама. Да, на Эльма, я думаю, Зу. На Эльма, Зу. Нога Раши. Нога Раши. Нога Раши бэ фиршо ле мила Сегула. Правильно. Сейчас мы видим, что сейчас Ханан Паратов хочет, ему нравятся и комментарии Раши, и комментарии Сфорна. Он хочет приводить Мишней для того, чтобы объединить одно с другим. И он говорит, Эфшар, ше бенекуда на Эльма, Зу. Возможно, что эта точка... Вот эта вот, на Эльма, я думаю, исчезающую точку. В смысле, не лежащую на поверхности. Точку, в смысле, это точка для понимания. У нас тут была вот эта, на куда ж не я, да? Вот эта вот, на куда, она неочевидная. Она неочевидна, она лежит внутри. Да? Ну, касается, касается этой точки, касается или обращается Раши, да, по Паратову. Правильно. И тем самым, он, 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 ну, как бы, хочет, что сделать? Подчеркнуть. Ты хочешь подчеркнуть, что также в последние... Туда-туда же после, Ахарей, после чего? После, ну, после вот этого... Правильно, после вот этого разлива расхода этих источников наружу. Дальше. Бешаарба, Рабим. Бешаарба, Рабим, я думаю, вот здесь Бешаарба, Рабим, Шар, я думаю, это ворота. Ну, как бы, ворота многих, послышишь, это ворота для многих, мне кажется. Да? Шар, наверное, женского рода, Шар, хотя Шар, годой, по-моему. Ну, мне кажется бы, Шарба, Рабим, имеется в виду, что это ворота, предназначенные для многих. Адаин, да, тамтин. Адаин тамтит ле ума, хуфот. Хупат додим. Хупат додим, ше эйн ба хелек лезарим. Ну, да, сейчас он вращается, как бы, символики Всевышний и еврейский народ, как жених и невеста, которые стоят под хупой. И эта хупа, она их отделяет, их только двоих, от всего остального мира. Он принадлежит ей, она принадлежит ему. Теперь вот, как бы, такая ассоциация. Адаин тамтин ле ума. Ну, все еще или, тем не менее, до сих пор. Значит, тамтин ле ума. Тамтин, это будет ожидать. Слово амтана. Например, когда другой смысл. Ну, в смысле, то есть смысл похоже, но другая ситуация. Когда человек приходит, по-русски называется, приемный поход. Правильно? Когда человек в больницу приходит. Милит называется хедер амтана. Амтана, это ле амтин. То есть, ты ожидаешь чего-то, там что-то происходит, а пока что у тебя есть амтана. Все время будет оставаться, да. Вот это амтин ле ума, что тамтин ле ума, будет ожидать, либо оставаться для народа, имеется в виду, для еврейского народа. Хупа. Какая хупа? Хупа влюбленных. Хупа влюбленных. Хупа влюбленных. И нет части. Будет ожидать, как бы, свадебный балдахин хупа, да, додим, в смысле, возлюбленных, шейн бахэна пазарин. В котором не участвуют. В котором нет участи. В части для чужих. Значит, для чужих. Как жених и невеста стоят. И только она принадлежит ему, он принадлежит ей. И, как бы, чужие, они другие. Чужие, в смысле, те, которые не имеют отношения к тому, что происходит под этим малдахином. Они не имеют права, как бы, право идти, так к ним не относятся. Ну, и вот это, как бы, прообраз всевышнего еврейского народа. Дальше. Кула, я думаю, это хупа. И она вся предназначена. Она вся. Исключительно, да. Ну, как бы, общему собранию. Тесты израиля, это общее собрание Израиля. И всевышнему благословен он, как сказано, да. Это уже теперь Широширим. Эвени. Приведет меня. Эвени Амела. Хадарав, да. Нагила. Нагила. Несныхаба. Это Широширим. Авени Амела. Кадарав. Приведет царь. Приведет меня царь. В твои, ну, не знаю, покои. Дословно, комнаты. Ну, лучше, свои покои. Нагила. Несныхаба. И возрадуемся. Возрадуемся, да. Для того, чтобы, да, возрадоваться и веселиться с тобой. Ну, вот, по-моему, очень интересно. Мне кажется, очень красивый Рафанан Парад, который, как бы, соединил вот эти два общих комментариев. То есть не сказал сто процентов, что сфорно он, конечно, прав в наше время. Надо бежать в народы мира. Вот надо их, как бы, приводить к нам. То есть не миссионерство. А он совместил с Рашей, который, во всяком случае, так, он комментирует, приводит к этому. Что можно понять Рашей так, что даже после вот этого майонот Ахутса, да, после изливания этих майонот Ахутса и изменения мира и все, и пятый, и десятый. Тем не менее, вот эта вот особая связь между Всевышним и народом, и народом Израиля, она останется. Ну, вот, по-моему, такой, по-моему, очень интересная статья. Меня, в самом деле, она, как бы, вполне впечатляет. Окей? Ну, хорошо, мы на этом закончили. Да, положи, пожалуйста, ссылку на это. Не, напиши, только, плиз, напиши мне это вы сам. Можешь в личном написать, что так я забуду. Хорошо? Хорошо. Давайте. Все. Всем счастливо, замечательно, почитайте. Спасибо большое. Всем счастливо, пока. Целу-то вам. Спасибо.